Грёбаные рейдеры, как же вы меня бесите всё-таки со своими движками? Найди два двигателя в этих развалюхах. И казалось бы, идёшь и ищешь. Ну, конечно. Если тебе не повезёт, ты эти два движка можешь и полгода искать. Честное слово. Поэтому очень важно продолжать прокачивать нашего железного коня. Мой называется Голубая Стрела. Не путать с Луной. 30-й левел. Ещё 10 уровней и готово. И рейдить будем регулярно. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди и мы продолжаем. И это Путь новичка. Я отложил чуть-чуть в сторонку катер. Там осталось совсем чуть-чуть. Надо всё-таки байк докачивать до 40-го. Ну, реально, рейды это номер один в игре. На рейдах может выпасть ну такая халява. Поэтому-поэтому. Поехали. Как быстрее всего прокачивать чоппер? Прокачка чоппера это прежде всего бункер альфа. Да-да-да. Опять он. Опять этот бункер альфа. Есть вторая локация. И эта локация старая ферма. Тоже хороша. Если открывается амбар, там 100% будет тебе вилка, бензобак, либо колесо чоппера. Всё это безобразие отвозим на заправку и прокачиваем свой чоппер. Основное, для чего тебе он нужен, это ивент свалка. Картинка будет точно такая же. Такой же красавчик байк нарисованный, да, костерок. Только здесь будет надпись не привал у дороги, а свалка. На ней 100% ржавые движки. Ржавые движки можно найти в сосновой чаще, в каменных горах и в дубовом лесу. Это я тебе так наскоряк говорю, в этих локах реально они попадаются, но также они могут попасться и в оранжевых локациях. Ну как, к примеру, каменные предгорья или, к примеру, сосновый бор. Но это всё такая фигня. Ты можешь бегать, повторюсь, и полгода и не выбить эти движки. Нас интересует свалка, свалка. Она 100% даёт тебе движки. Приблизительный респаун свалки раз в три дня. Ну а пока мы едем на старую ферму, давай посмотрим, что по новостям. С кем нас только не сводила судьба. Байки, рейдеры, учёные, кей. И кажется, на нашем горизонте скоро появятся новые люди. Этот загадочный джентльмен, это шериф. Ты же смотрел сливы обновления, которые я выпускал? Нет? Серьёзно что ли? Ну так посмотри обязательно. Очень даже крутые сливы. Это шериф. Мы будем очки порядка зарабатывать в новом сезоне. Вот так вот. Зачем? Затариваться в баре. А бар мы будем прокачивать, заниматься доставкой. Хотя сам бы он себя так точно не назвал. Будет играть довольно весомую роль в истории сезон 15. Как считаете, чем он занимается? А самое главное, стоит ли его опасаться? Блин, я не знаю, ну мужчина шикарный, да? Вообще оружие у него говнище, но мужчина шикарный. Смотри какой вообще седовласый красавчик. Ну и судя по всему, он типа как бывший байкер. В общем, это шериф. Слушай, это тот самый шериф, о котором была речь. Я ещё думаю, какой нафиг шериф? Откуда у нас нафиг шериф может взяться? Ну типа того, может у него погоняло такой шериф. Бывший. Старая ферма. Откат раз в два дня, как и бункер альфа. Вот если тебе нужен побыстрее прокачанный чоппер, рекомендую бомбить их раз в два дня. Помимо 40 левла, багаж у тебя увеличивается в чоппере. И это тоже очень важно. Я сейчас не очень красиво буду проходить старую ферму. Почему? А я очень много сейчас брошу лута и экономить ничего не буду. Но смотри, по факту здесь можно обойтись полностью без огнестрел. Полностью. Как? Ну вот так, полностью. Ну и конечно же в ближнем бою. Не могу тебе не показать. Единственный момент, который вообще в принципе для ближнего боя надо знать. Также можно паровозик проводить. Но паровозик это такая сомнительная затея. Сколько раз мы водили уже здесь паровозы. Нормально как бы всекаем. Ну вот и всё. И вот такая же ерунда есть в домике. Всё. В принципе больше знать ничего не надо. Огнестрел бери один. На всякий пожарный. Тут бывает сценарий с рейдерами. Это раз, два. Они просто тупо очень часто сюда приходят. И если они придут, будет вообще вот прям не камильфо. Реально нагибать будут. Экономить. Блин. Если ты быстро пройдёшь старую ферму, у тебя останется время на бункер альфа. Не останется времени на бункер альфа. Ну ты понял, да? Фигово. Фигово. Надо чтобы оставалось. Оружия надо не так много. Я просто думал первым мы пройдём с тобой в бункер альфа. Вот это центр. Тебе надо зачистить. Раз отсек. Два отсек. Три отсек. И вот тот четвёртый отсек. Плюс босса. Плюс рядом с домиком всех бомжей. Готово. Как только ты это всё сделал, тащи голубую мечту. Ящик тащи. Босса бомбим отдельно. Когда бомбишь босса, я тебе советую вот так делать. Почему? Он тебя не убьёт, слушай. Но он тебе не сломает шмот. Если плевком попадёт, будет неприятно. Помимо всего-всего-всего, да, что даёт нам старая ферма, она также тебе будет давать, значит, щенков. Прекрасно, прекрасно тебе хватит скорости бега, чтобы-что бы, да. Нормальное оружие, лещи, либо монтировочки. Вот я сейчас выхватил от него. Самая большая проблема, когда ты выхватываешь, это то, что тебе надо опять же разорвать дистанцию, чтобы опять он быстро побежал, да. Но это несложно. Один удар в лоб и готово. Смотри. Вот на этом пятачке сражаться намного сложнее, чем там, где я бился. Почему? Тут бык грёбаный, да? Он может тебя заметить. То есть держись выше, нежели ниже. Ближе к ангару, в общем. Его можно хоть лещами бить. Он всегда даёт электронику. Он всегда даёт не электронику. Он вообще парень фантастический, реально. Очень хороший парень, да. Вот этот ангар нас интересует прежде всего. Ну и попутно, проходя эту старую ферму, да, мы с тобой, значит, поправим положение вещей по модификациям. Здесь вообще никаких модов. Здесь только рукоять. Здесь вообще никаких модов. Ну ты понял, да? Полная фигня. Четыре отсека. И зона вот этого дома ангара. Я так её называю. Зачищаешь от быструнов. Яростных не трогаем. Яростные лишние пацаны. Только первый на входе, да. И вот этот вот, в принципе, его может тоже наказать. Юзать ли огнестрел? Слушай, лучше юзать. Ну потому что беготня, да, воин из-за угла, это вообще. Вот так вот, красиво. Его можно и в доме прибить. Без проблем, да, воинам из-за угла. Вот. Открываем дверь, да. Он вот здесь будет стоять. Ты будешь вот здесь стоять. Работает в обе стороны. Вот это дверь. Ну тут, к сожалению, нужен взломщик. Если у тебя не вкачан взломщик, скорее всего, ты не откроешь эту дверь. Она чаще всего, блин, второго, третьего уровня. Сложность. Всё. Воин из-за угла и вперёд из песни. Сетей нужна экономия. В принципе, не намного дольше ты пройдёшь, чем с огнестрелом. Просто с огнестрелом, да, чё скрывать, комфортней. Нажал на кнопочку, получил результат. А тут что-то надо мучиться, ещё вот так ходить. Металлический топор. Лучше, конечно, брать железный, да. Вот, видишь, я взял. Потому что здесь растёт всегда два дуба. Плюс есть шанс, что тебе ещё в мешках с говнищем дадут дубы. Стандартный лут. Единственное, здесь может модификация вылететь. Корм для собаки. Короче, чик не вылетело. Вот монтировочка хорошая, слушай. Можно было босса ей бомбить. А её и в бункер можно взять. Короче, монтировка, она вообще решает. Против лома нет приёма. Два дуба. Раз дуб и рядом с голубым ящиком второй дуб. Но я ещё не зачистил 4 отсека. В моём понимании зачистка отсеков, это значит всех быструнов убить. Плюс, всегда держи хп... Хорошо держи хп. Рейдеры могут просто так сюда прийти. И они всегда с огнестрелом. Те, которые приходят. Откиснешь на раз. Ну а теперь защищаем отсеки. Разагривать яростных, чтобы не убивать, не тратить на них вообще ничего. Всё очень просто. Вот видишь, загрел целую толпу бомжей. Но они мне нафиг не нужны. Вообще, разагр происходит в двух местах. Давай оба рассмотрим. Вот кости, видишь? Там где камушек. Вообще всех разагрел. Кроме тех, кого надо, да? И вот колесо. Ну прям до этой отметки добегаешь и идёт разагр. Единственное, надо успеть раньше, чем они мост пересекут. Пересекли мост. Всё, уже ничего не разагрешь. Даже БК получилось разагреть. Это первый вариант разагреть. Второй вариант. Просто лагаут из игры. И третий. В глобальную карту выйти, да? Разагривай этих бомжей. Некомфортно тебе будет, если не разагреть. Ну вот, в принципе, последний отсек. И мы всё зачистили. То есть быструнов. Быструнов. Зомби-фермер. Они не дадут тебе открывать ящик. Их по любасу надо убивать. По любасу. Это и есть подготовка к открытию топ-ящика. Чуть-чуть подождали, разагрили, побежали. Вау, не успел. Они по факту доходят вот до этой отметки. Вот до сюда и бегут как ненормальные назад. Смотри, если сейчас подбежать к нему, да? Не на приседе. То он как бы среагирует на тебя. Если вот так ползти, то он вообще не реагирует. Ещё одна очень приятная вещь. Когда они разагриваются, они поворачиваются лицом от тебя. Синий ящик. Вот этого гиганта, как ты понял, можно не убивать. Тут решай самостоятельно. Я не хочу бегать опять разагривать. Это долго было. И второй тоже. Ты ты, блин. Ну, в принципе, можно их наказывать. Почему? Ну, это банально опыт, да? Если ты ещё не 209-й левел. 209-й в игре это левел кап. Ну, то есть предельный уровень в игре. Если не 209-й, можно вообще всех. Прям не жалея огнестрела. Потому что уровень в игре очень важное значение имеет. Уровень даёт тебе пассивные скиллы. Уровень – это твой взломщик. Активки, пассивки. Это выбивается благодаря левелу. На 209-м левеле ты получаешь абсолютно все 100% скиллов. Система очень классная. То есть не будет так, что тебе повезло на какой-то скилл, а мне не повезло, да? Нет. Мы полностью левел кап. Так, всё, готово. Открывают ли эту дверь? Не открывают тут рандом. Чуть-чуть, видишь, не дочистил, да? И прибежал бомж. В идеале, это всех буструнов ты должен вычистить. Но я тебе не советую, опять же, сильно заморачиваться. Вот мы нормально сейчас подготовились. Быка нельзя агрить. Попало начнётся. Ах ты ж, блин, а! Всех заагрил? Вроде всех заагрил. Ну и всё, готово. Если не уверен, что всех заагрил, не беги тогда в самый край, да? Вернись. Вернись назад и посмотри, всех ли ты заагрил. А то зря будешь бегать. Вот, блин, бомжи! Если не открывают ворота, всё, прокачка чопера остановилась. Но! Здесь всегда дают огнестрел, дают модификацию. Короче, ну ты видишь, да? Всё дают, как надо. Как часто открывается ангар? Слушай, часто, часто. То, что мне сейчас не повезло, это ничего не значит, что он прям редко открывается. Ну, скажем так, 50 на 50, да? Ломтирезка! Шикарно! Классная мода! Если она тебе выпала, собирай её смело. Меня частенько спрашивают, собирать ломтирезку или нет. Конечно, собирать! А что нет-то? Классная модификация! Так, части двигателя. Тоже, да, лишние не будут нам. Ну и всё, теперь остаётся только собрать все ящики и всё это дело поутаскивать домой. Теперь надо всё-таки забрать остатки лута, да? Ну ты уже видел, как. Минимальный кружок. Вот что за фигня там? Что, кто-то разагрелся? Что, есть не хотим? Всё? Мясо не нужно? Ну, ты почему разагрелся, друг? Что за вред, блин? Ребята, блин, не пугайте меня. Минимальный круг вообще, это вот. Но ты как бы при таком круге, да, ты не успеешь даже разглядеть, что брать, что не брать. Поэтому смотри, это как бы опасный минимальный круг. Вот эти ботиночки поменяю на мясницкий нож. Чик. Хорошо, да? Ну а теперь погнали на заправку. Между делом хочу дополнить. Если ты ещё не разблокировал бункер, браво, дубовые локации и локацию стоки в порту, движки, ты не тратишь на прокачку чопера, как гаечные ключи. Какие движки? Ну, части двигателя. Потому что тебе надо собирать генератор. Три штуки тебе надо собрать. Но никто не помешает тебе прокачивать чопер. Почему? Потому мы прокачиваем чопер всё-таки посредством вилка, колесо и бензобак. Это основные темы, которые качают чопер. Всё остальное, оно, блин, незначительно. Да, кстати, ты всегда можешь ускорить прокачку своего байка благодаря донату. Каким образом? Да вот таким. Вот таким, да? Вот здесь бензобак, часть двигателя. Есть ещё проще способ, и я так думаю, он выгодней. Ну, вот этот ящик тоже, да, колесо и вилка. И ещё проще это просто тупо купить бензин. Много-много бензина. Если ты начнёшь вливать в прокачку бенз, да, ну, как бы ускоришь, ускоришь, конечно, прокачку. Старые двигатели тоже сюда возятся, но вот это, это основная прокачка. Движки, учитывая, что я уже всё собрал, да, я их кидываю. Тоже неслабо дали, да, за пять двигателей. Ну, ты как бы вот здесь можешь видеть по очкам. Десять пружин равняются одному колесу. Пружин очень много надо тебе. За раз можно пять пружин только вкинуть. Пружин тебе очень много надо для прокачки модификаций на оружие. Но я тебе всё-таки рекомендую сфокусироваться вот на этой шляпе, да. Прокачка чопера, ёлы-палы, номер один. Как только ты его собрал, его надо качать. Потому что, блин, ну нужен он, нужен. Рейды в игре это золотое днище. Сюда можно таскать генераторы, но это по сборке очень тяжело. Тот самый генератор, который и нужен тебе для разблокировки новых локаций. Вот этот вот. Я тебе не советую сюда их таскать. Ну а старые двигатели... Блин, старые двигатели. Если бы они так легко искались. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, присоединяйся, подписывайся на канал. Видос выходит каждый день. Ставь колокольчик и не пропускай. Ждём, ждём 15 сезона. Он будет у нас во второй половине, значит, мая. Я думаю, в числах 20-25. Вот так вот. Ну и, конечно, оцени ролик лайком. Удачи с вами.